так война продолжается и наши реставрационные движения тоже продолжаются юген мне отдал вот такие вот рамки я еду сейчас же сервис чтобы их от песка струить потом подкрасим их эпоксидкой потом бахнем туда грунта и может база лак там или черный акрил по моему я должен был оставаться прошу было вообще бэнш красота хочу сделать красоту гол короче серого песка струй не берет он как бы вяленький уныленький сейчас буду химией мазать и ты кто к великая сила только что я встретил хозяина эстон на котором мы играли с моей тридцаткой с этими тормозами и он говорит как же так ты меня макнул я говорю так а шось она не работает из-за двух пружинок мы потратили кучу денег и никакого результата потом поехали квасе и вася все сделал ну ладно это такие дела все равно много чего сделано было все нужно но в принципе надо просто думать когда делаю что-то сейчас замочу химией а потом еще раз пескостройщиком пройдемся можно двигаться домой промежутки еще чиню краны потому что отрыгнул переходник сейчас быстренько заменю тут все купил брейн 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 реставрация крана нет не починю потому что здесь оказалось мама точнее папа они мама я думал мама и папа короче я бою пиз я уже задал бы просто это блять не исключаемая а походу попробую я блять его кран теперь надо шоку из-за этой группы ехать куда она топит это блять йог и вру так вот я под насрал мозг пусть полежит потом щеточкой придусь и чешутся снимать эту шелуху какое-то психическое заболевание как будто так его стираешь он так красиво отваливается кальций вот я чуть поповырял пусть покажется красиво чей потом можно четырехсоточкой перемазать и сумму хотел купить этот грунт эпоксидный денег стоит рублей двести пишет а мне этот кран выбил из калии теперь лень что-то делать вообще не стоит мастер-ди-найк мастер-ди-найк короче сейчас поеду все таки надо решить вопрос этим краном поменять эту хернюшку и потом приеду домой куплю эпоксидника приеду домой и дочухую рамки и быстренько заду их в эпоксидничек а потом уже можно грунтовать можно с баллона грунтануть а можно а можно не знаю сейчас посмотрю у меня должна быть краска и что это за краска почему она не подписана почему она не подписана но я блин отвердитель тоже пошел по по одному месту короче по-моему это был акрил кто его знает акрил это было ли не акрил как узнать похоже на акрил так а где у меня была красочка ой не красочка отвердитель нету его так сейчас надо поискать короче поменял я этот песенок теперь будет бэнджи заехал я на москвич пил сквич братика то у меня закончился перчатки салфеточкой лично никогда не будет и мой любимый эпоксидный грунт эпоксидный грунт и все теперь можно рулинштейн домой сейчас все это пацанов зайду поздороваюсь и можно чухать дальше рамки так пумочку намотал ключиком подогнул подкрутил поджал чтобы резиночка выжилась ну и новый это поставил заодно фитинг все бэндж пока резиночка живая не течет можно делать дальше дела короче я манал турбиной вообще лучше даже близко не подходить даже себя руками буду чухать у меня вечность идет короче мне лень я не хочу хочу чтобы песко струем выбило все писька была сверху вздули грунтом эпоксидным потом перекрыли акриловым грунтом чуть-чуть подчухали скотч братика м и и все это черным акрилом сверху дунули чем этот головах ну это сейчас будут писать звонить не подходит мне все равно для меня меня коробит не могут не мог тут красиво все так красиво отпала а там видно где окислый где попадала под краску конечно завод сэкономил бабло короче да бэндж бэндж не бэндж давай вот такая вот есть задача надо от песка струить рамки я их кислотой прошелся но я не могу до конца вычухать надо круче вот песочек сколько это будет стоить и можно так чтоб я приехал ну и типа там подождал полчасика и они были готовы чтоб я две ходки не делал короче колям не загнул цену в 300 гривен за две рамки и меня так жаба задушила ехать в жопу мира на грушевского и короче я решил взять эти рамки с собой и поехать на 7 пересипскую там есть тоже пескоструй и как раз чтобы не стоять там на всех этих блокпостах все эти движухи на трамваи поеду потому что время не имеет значения и так как время не имеет значения могу себе позволить вернуться на трамвайчике там пройтись пешочком покажу им что они скажут все-таки лучше когда человек видит там работы реально на сто грешек поэтому на седьмую доехал и как я и говорил на железном переезде пробка поэтому хорошо что я поехал на своих двух педальках так значит такая ботва 15 диски пескоструй 1800 гривен ну все зависит от того типа как они там сделаны хуёво не хуёво короче за рамки мне говорит 300 400 гривен и надо завтра приехать ну бля мне так не нравится это 300 300-800 гривен 300 гривен он коля делает к нему едешь и тоже надо это ждать дрочить а что я буду ради них мотор запускать я думаю ёбаный ваш рот короче надо сделать свой пескоструй по ходу на рамках на рамках моя моё хорошее настроение закончилась потому что как только пытаешься сделать что-то нормально и своими руками все выплывает гола ну хорошо бы тебя приехал на трава и хоть прокачусь и с кайфом и а так бы прогнал бензин машину и это вот у меня бы обрадовал короче все еще один вариант это где-то на паустовского но это я буду узнавать пацанов на паустовского там вообще побечу надо будет тоже подождать короче двигаюсь на москвич наверное там спрошу если шел что делать что делать я прогулялся пешком два с половиной километра от москвича вот тут чуть-чуть осталось что серый не смог своим пескоструем вы выбрать я сейчас еще раз промажу друг об друга терлись нормально так промажу все что вот осталось этих мелочь а потом уже наждачкой но уже хорошо матовая все красивая и завтра открашу так что сейчас быстренько промажу не буду снимать потому что неудобно я штатив не брал хочу уже отдыхать я промазал а для людей которые более практичные чем я который готовится заранее вот водик не видно цена старой 250 еще бралась не помню для бичухи или для белой не помню уже и смотрите крайне редко и кисточку можно выкинуть его даже пластик поплавился но хорошо работает я доволен то есть кто будет заранее искать покупать вот бодик и вот все будет красиво завтра дочухаем помоем чтобы кислоту убрать вообще дистилля там в идеале но нету дистиллята короче бенч ждем завтра растянулась эпопея не дает русня нормально поработать блять час потратил на вычухивание 360 80 чтобы дочухать уже нормально убрать окислы осталось пару секунд потом мою продуваю и хорошая погода сегодня забыл в эпоксидный грунт это летит ракета даже сейчас это собьет дрон перду вон шлейф вот сейчас будет взрыв так пусть сохнет пока то что я помыл потом я иду пообедать и антисиликоним я думал к по частям красить я думаю стри на крючках нормально чик чирик еще по подтираю всякие моментики вон там я заметил вот и в этих пазухах вечно какая-то сраня так как я мазал кислотой она может все подрывать вот так бенч правда но того не стоит конечно лучше песка струй уже готовая деталь я находился набродился принципе 0 гривен но бедняга серёга намучился и джи сервис и короче как-то так пришлось еще ручками дотирать он чик срал всю дорогу беспробудно ну похер я дал слой теперь можно скотч брайтом будет перед перетереть и буду красить я вот эту тыльную сторону лежа уже чтобы ничего не стекала гравитация все стекает вниз короче защитный слой грубо говоря кинут это эпоксидка и такой вот акрил матовый и и все сейчас она подсохнет и там полежит денек и хорошая погода отлично поставить так вот лежа может даже вечером если успею или лучше завтра в обед нет смысла спешить чтоб красиво перетру перетру скотч брайтиком то принципе получилось неплохо я думаю будет хуже ноги так оставляют так я прикупил польского лаку вот польский лак 100 грамм мне вообще с головой можно бампер целый покрасить ну что делать такая дозировка взял эпопешный антистатик салфеточку купил один димчик мне забыл выложить надо заплатить за него второй малярный скотч задача это говно вынеси на улицу это говно чуть сдвинуть вперед и здесь типа заклеить сделать маленькую студию потом внести площадку мою под малярку я тут вот быстренько задую свои очки где мои очки вот на очки база готова сверху залакуем будет бэндж но прохладно но ничего короче по пикать и голубой бэндж 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 сейчас набираю температуры немного феном в идеале конечно все было клеенкой заклеить и тогда бы тут было как микро тепличка но так как нету ни ресурсов и закончились клепки закончились к сожалению в степлере моем короче все закончилось как всегда все как всегда не вовремя так бы я может вот эту клеенку бы натянул сюда и сделал бы такую мини тепличку ну короче неважно главное что сверху не будет говно от это сыпаться сейчас пойду одену защитный костюм пока температура набирается защитный костюм мешаем лак где нашла клак наш мешаем пропорцию нам уже отмерено то есть берем любую там емкость вот у меня там где-то было от антисиликона это не это не это не это ну или там мерный стаканчик как сюда вот у меня есть хороший мерный стаканчик чистый под лак мешаем и все антисиликоном протру потом антистатиком вот это конечно мне не нравится мусор блин ну что делать короче так все ногами как как я люблю бенж у меня тут конечно но в целом неплохо я там немножко забеспокоился сейчас покажу вот эти вот пузырики не пузырики теперь я буду знать как с этим бороться и надо 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 учиться и лучше учиться на такой мелочи чем я буду учиться на каких-то крупных деталях где будет обидно короче нормас то есть это же не база у меня была из баллончика так не делается надо больше больше суши ждать сейчас уже прохладно короче я попробую следующий раз другим способом в общем попробую следующий раз набить сетку подождать во времени не нужны часы там не подали часы 15 а потом уже залить одним слоем и все не будет там под 15 раз это все делать потому что у меня постоянно туши грень то подрывает еще что-то в общем новый способ будем откатывать но пока пока так мне принципе нравится по бичу в принципе симпатично говорю хорошо что на этих деталях надо учиться на таких деталях где это не будет видно но где почувствовать почувствовать важно но очень тяжело пристреляться как работать с лаком и как 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 он себя ведет в принципе поляцкий лак с польши неплохой не текучий ну ничего его там не разбавлял просто мне надо научиться чувство меры то есть нанесли сеточку подождали она как бы подстыла и залил все без этих вот я люблю там типа первый слой потому что тут пропустил 2 3 думу ладно еще чуть-чуть о блин да хрена лак осталось вон сколько лака осталось в принципе половина осталось на что там пока не затвердевают потому что с утвердителем прям жалко машину надо купить банку лака и реально юзать ну теперь я уже немножко понял как это делается в принципе нормально мне кажется не так у нас разгар зимы до нового года пару дней и я подготовил плафоны ближнего света и здесь мы видим два типа плафонов один bosch другой хелла помимо того что для хеллы у нас вот тут такие специальные вы штамповки для стекла мы видим что вот это вот сама поверхность она плоская тогда как у бэш у нас больше на 180 градусов развернуты и мы видим что здесь есть вы штамповка такая вот интересная то есть по сути bosch более продуманные в плане влаги и все такое хотя это мой субъективное мнение в общем вот такая вот красота спасибо коле над пескострую а так как сейчас зима я красить не могу и заниматься ими полноценно что я сделаю я сейчас все покрою эпоксидным грунтом эпоксидным грунтом для того чтобы она просто не проживела а потом уже когда ближе будет весна я еще раз перетру затру грунтом потом покрою лаком эти части надо покрасить заводской цвет такой вот такой вот покроем все лаком и нанесем хром самостоятельно посмотрим как получится но другого варианта нет как я сказал все ближние фонари они испорчены с годами потому что есть перепад температур и гальваника вся сползает но как получился песок мне очень нравится то есть ну конечно не опять себе осужден задачу сразу делаю два комплекта один bosch другой хэлла но что делать что делать и тут я тренируюсь стекла стекла зачищать под нанесение лака скотч-брайт там или восьми соткой но я хочу короче разные типы виски испробовать и протестить так что вот такие вот дела в общем время конечно не очень удачное для покраски пару дней до нового года прохладно я ненавижу баллоны они вечно срут вон там вот такая вот срака но суть не в этом главное что я закрыл от попадания влаги свежий пескоструйный металл эпоксидным грунтом то есть это уже плюс все остальное мы подотрем там всякие наплывы особенно внутри критично потому что там же у нас будет хром хромовое покрытие и все короче ждем когда потеплеет я там еще раз перетру это хорошо загрунтую уже нормальным грунтом сверху ну дадим слой хороших потом покрываем лаком и на лак я попробую нанести хром увидел один такой лайфхак нанесения хрома на лак посмотрим как получится в принципе не важно главное что такая красота получилась в общем подъехали мне рамки bosch и hello порошковой покраски то есть еще покрасил просто кольца порошок под лаком и плюс у меня есть кольца хромированные хромированные в идеальном состоянии а как в идеальном в допустимом состоянии то есть один комплект будет bosch точнее hello делают топовую а bosch чем больше будет отключаться только тем что не chrome рамки покрашенные рамки плюс у меня здесь еще коллекция на пару фонарей 1 2 и это брак у меня бракованные куча плафонов и плюс те что более-менее живые ну и вот в этой маленькой студии то что я сегодня подкрасил два ближних bosch и hello пусть сохнут там не знаю вечером до вечера не на нет завтра утром в пленочку в пленочку их замотаешь от лежали уже до весны и ждали или хотя бы более-менее теплой погоды на этом уже до весны потому что это баллончик краситься это полная ерунда но эпоксидный грунт он как бы никуда не денется чтобы у нас поверхность не оживила перетрем до 3 промажем она чтоб не окислялась мне нравится мне нравится пусть стоит он вид еще не просохла не хочу уже больше фен гонять надоело иду домой а то я замерз ласточку прогрел колеса ждут полировки бедняги устали сзади смотрю что надо проставки 3 сантиметра чтобы еще чуть-чуть колесо вынести либо другие колеса девятки посмотрим подгона джеки наконец-то у меня будет станок для упрессования саленблоков и все чепухи красота короче начинаем новую серию с валентином архитектором давно его не было вот с такими вот десульками хотим их немного при чухать и что-то из них придумать пока едем решать первый вопрос это разболтовка а там дальше будет видно будем цепень пейндж пейндж готова вот 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 вот